Я не алкаш и не пьяница, я... Я наркомат. Я сяду, или дурдом, или смерть. Вот этот шрам я получил, когда прорезал себе лезвием живот. Он стрелялся из травмата. Шли. К одному из моих товарищей домой, нетрезвым. На следующий день меня арестовали за убийство. Ты мной гордиться будешь, мам, как ты сказала мне это. Мне нужна помощь. Я остаюсь, чтобы жить. Это 4 месяца настоящих человеческих историй. Мы проживем их вместе с нашими участниками. И узнаем, смогут ли они избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни. Ленинградская область. Центр реабилитации нон-нарко. 2,5 года назад его основали Владимир и Антон. Они в прошлом сами были наркоманами. Теперь помогают справиться с зависимостью другим. Наркоман, как правило, он разрушает не только себя, но и окружающий мир. И наша задача заключается в том, чтобы вот эти поломки, которые произошли, найти их и попробовать помочь ему с ними поработать, изменить свою жизнь, чтобы он вышел в общество и приносил пользу семье, ну и по окружающему миру, наверное, так. Привет, Вадим. Привет, привет. Мы ждали тебя. Это наш реабилитационный центр. Меня зовут Владимир. Очень приятно. Вадиму 34. Он наркоман. Приехал в центр реабилитации из Баку. Употреблял около года. И не остановился бы, если бы не мама. Именно она отправила Вадима на реабилитацию. У меня по два варианта. Или я сяду, или дурдом, или смерть. У меня оставалось недолго. Потолок там, может, несколько месяцев. И все, как бы. А это Артур. Ему 26 лет. Впервые попробовал наркотики 5 лет назад. И не смог остановиться. У меня уже было ничего, в общем-то, неинтересного, кроме того, чтобы употребить и просто получить с этого какое-то удовольствие. Мне нужно что-то делать с собой, потому что я не могу себя контролировать. И мне нужна помощь. Доброе утро. Доброе утро. Кровать Артура находится в комнате, где живут еще пятеро реабилитантов. Подъем в 9 утра. Придется привыкать к правилам и распорядку. Ближайшие 4 месяца в его жизни все будет по расписанию. У него могло быть успешное будущее. Артур окончил медицинский вуз с красным дипломом. Я учился на психиатра в ординатуре. Но пришлось прерывать обучение, уйти в академ. То есть специализацию я не успел получить из-за проблем с наркотиками. Артур употреблял наркотики, которые сам синтезировал. Лабораторию для их производства тоже создал сам. Я создавал ее изначально для изучения химии более глубокого. Как-то постепенно эти интересы перетекли в наркотическую сферу. Пока у Артура нет занятий, но он находится под наблюдением. Персонал центра наблюдает за тем, как он спит, ест, общается с другими реабилитантами. Пока Артур не особенно стремится к общению. Завтракает один. О поведении новичков сообщают их онлайн-воспитателям. Именно они будут работать с реабилитантами. Артур сначала показался такой очень тихий, такой домашний, ну на первый взгляд. Он же очень такой интеллектуальный, он очень развитый, очень умный. То есть он сам учился на медика, он многие нюансы какие-то знает и про наркоманию в том числе. Видно, что он такой с хитрецой. Это Анна Беляева. Она онлайн-воспитатель реабилитационного центра Нонарко. У нее есть своя история, связанная с наркотиками. Анна привезла в центр Нонарко своего мужа-наркомана, пытаясь спасти его от зависимости. Он не захотел бросить наркотики, и семья распалась. Анна осталась работать в Нонарко сначала как волонтер, а потом и как воспитатель. Она будет работать с Артуром 4 месяца. Вадим, второй участник проекта, спускается к завтраку. Он выглядит довольно уверенно, сразу направляется на кухню и готовит себе чай. Мы вместе с воспитателем наблюдаем за Вадимом через камеру. Он знакомится с другими участниками программы и рассказывает о себе. Первый мой наркотик был – это марихуана. А потом после марихуана, как я познакомился с амфетамином, когда начал употреблять амфетамин вместе с ним, и все, что можно было употреблять. Все возможные наркотики и психотропные вещества. Реабилитант, с которым познакомился Вадим, сегодня проводит общую зарядку. Он просит не называть его имени и не показывать лицо, как и многие другие участники программы. Не все готовы открыто говорить о своей проблеме. Вадим готов. На втором месяце употребления у меня вот этот вот был вот этот не то, чтобы бред, а психоз, когда у меня в голове включился голос. Здоровался я сам самим собой, ну, в разуме как бы не его. И разговаривал с самим собой. Он как бы вел меня то, что мне там нужно делать, что я лучший, что я там могу все. Признание наркозависимости для самого зависимого достаточно сложный процесс. А из-за психозащиты наркомания порицается и стигматизируется, да, обществом. Поэтому принятие своей зависимости – это очень неприятная правда для человека. Поэтому всеми путями будет отрицать это. Очень важно, чтобы наркозависимый признал для себя свою зависимость. То есть нет признания проблемы, нет лечения, никаких мероприниматься не будет. Это Евгения Волкова-Григорьева. Она психолог и мама двоих детей-подростков. В проект решила прийти из-за сына и дочери, чтобы дать им максимальную информацию о наркотиках и судьбах наркоманов. Считает, что с детьми обязательно нужно обсуждать такие проблемы. Только так можно защитить их от зависимости. Евгений будет воспитателем Вадима. Пока только наблюдает за подопечным. В начале реабилитации главное – это изоляция. Изоляция необходима для того, чтобы физически оградить больного от возможности покупки и употребления вещества. За три месяца физиологами доказано, что нормализуется гормональный фон, а уходит рефлекторная тяга. После этого уже можно добиться каких-то успехов лечения. Ребят, физические занятия на ранних этапах реабилитации, они, скажем так, не рекомендованы. Потому что, когда человек занимается спортом, поднимается гормональный уровень, и, соответственно, начинаются определенные процессы. На этом фоне могут происходить какие-то реакции, вот такие вот неконтролируемые. Это вот основная причина. Ну и плюс еще, конечно, после употребления организму нужно восстановиться, до этого нужно время. Наступил третий день реабилитации. Антон объясняет Артуру и Вадиму, почему сегодня на стадионе они будут только болеть за свои команды. Их привезли сюда вместе с другими реабилитантами, которые сыграют футбол с командой из другого центра. Команде из Питера без наркотиков, физкульт! Привет! Команде Роунафь без культа! Привет! Артур и Вадим могут сразиться только в настольный футбол. Давай, Виталя! Хотелось, конечно, там я топил за наших ребят. Естественно, хотелось бы поиграть. Это сейчас Вадиму противопоказаны спортивные нагрузки. Максимум – зарядка по утрам. А ведь когда-то он профессионально занимался велоспортом и даже добился больших успехов. Я стал чемпионом своей страны, я попал в сборную команду своей страны. И вот с этого момента во мне очень много начало меняться. Я почувствовал, грубо говоря, я словил звезду. Но я уже перестал посещать тренировки. И вот так вот тихо-тихо-тихо-тихо пошло, как бы все, на ноль сводится. Алкоголь. В 15 лет Вадим начал пить. Уходил с запоя. Очень быстро бывший чемпион страны опустился на дно и попал в тюрьму. Отбывание наказания за убийство. День четвертый. Пришло время, когда Вадим и Артур могут включиться в работу на форуме. Есть форум, на котором есть уроки, по которым они работают. То есть основная масса работы ведется на форуме. Форум – это закрытое пространство в сети. Другие сайты для реабилитантов закрыты, чтобы не было искушений. На форуме они работают со статьями о наркомании и алкоголизме по специальному методу. Я познакомился с асоциальными личностями. Вот тут и началась моя непорядочная жизнь. Алкоголь, драки, приводы в полицию. Один из товарищей как-то предложил мне попробовать наркотик. Где-то через месяц я уже стал употреблять все виды психотропных препаратов. Я не замечал, как моя жизнь меняется в худшую сторону. Мысль была одна. Доза. Сначала думал, блин, какие статьи, все этот метод, ну что читать, что это может дать. Это как бы, ну вот эти вот. Потом, как начал, познакомился с методом, уже начал читать. И я читаю, как бы, и думаю, блин, это же я. Прорабатывается также семья. То есть семья приходит на форум, семья участвует также в лечении, потому что они знают своего, ну, близкого. И они выявляют вот в его рассказах какие-то там вранье, там, пресекают какие-то мысли кривые. Работа на форуме занимает практически весь день. Кроме того, реабилитанты по очереди дежурят, убирают в доме и готовят еду. Обед! Отбой по расписанию в 12 часов ночи. Процесс реабилитации не заканчивается ни днем, ни ночью. На часах 2.15. Посмотрите, что происходит в комнате Вадима. Сегодня восьмой день, очень важный для реабилитантов. Артур и Вадим общались с воспитателями только на форуме. И вот сегодня впервые увидят их. Но только онлайн. Анна и Евгения живут в других городах. Отдельная комната, стол, стул и ноутбук. Реабилитанты готовы к встрече. Я поделюсь тем, что я чувствую, чтобы она посмотрела на это, оценила это и дала мне какое-то правильное направление, какой-то совет, как действовать. Привет. Привет. Рады тебя видеть. Я тоже очень рады тебя видеть. Первый раз, да, такая встреча, как бы не виделись. Я, конечно, в центр приеду, но попозже. Изменения какие-то позитивные по приезду в центр уже чувствуются? Позитив нет, но у меня присутствует, я с ребятами поделился о том, что у меня происходит сейчас не то, чтобы там такая какая-то прям жесткая, тяжелая тоска. Скорее, это не тоска, а то, что вот хочется жить. Вот как просто обычной нормальной жизнью, например, даже начаться, заняться какой-то деятельностью или же просто выйти погулять. Я забыл, когда я это делал трезвым. Спать начал? Нет, со сном немножко вот два дня было прям очень так жестко, а сейчас уже вот опять-таки я просыпаюсь по ночам, но чувствую себя бодро утром. Бессонница Вадима лишь отчасти связана с наркотиками. Он просыпается по ночам, потому что ему все еще не дает покоя страшный поступок, который он совершил 18 лет назад. Ну, там было все наимозг, состояние аффекта. То есть, если бы он был, скажем так, вменяем, то есть каких-то моментов могло не быть. Мы шли к одному из моих товарищей домой, нетрезвым. И к нам как бы выбежала девушка из нашей школы и как бы из нашего круга тоже мы вместе как бы дружили. В разорванной одежде, с слезами то, что у меня там хотел, как бы изнасиловал очень. Ну, и мы пошли туда. На следующий день как бы меня арестовали за убийство. Привет, Артур. Как настрой? Настрой хороший. Впереди у нас путь долгий. Это не делается быстро по манвению волшебной палочки. И он будет непростой. А давай честно, вот если бы не было этих консультаций, ты бы обошелся без них? Я никогда не против какого-то чужого участия, чужого общения, чужого мнения. Поэтому я это воспринимаю положительно. То есть ты ей доверяешь? Ну, да, во многих вопросах. А есть какие-то моменты, которые хотелось бы проработать именно со своим здоровьем в дальнейшем? Да, конечно. Это в первую очередь психическое здоровье. У меня очень сильно нестабильное настроение. Очень странные идеи бывают. Какие странные идеи? Ну, например, мне хочется сбежать и жить вообще без документов, без всего. Ночь не сплю, а только наблюдаю, как вокруг меня тени снуют. К сну стремлюсь, как души краю, но сегодня сны, похоже, подождут. Обратите внимание на руки Артура. Как они дрожат. Несмотря на то, что он уже 10 дней находится в центре, об извлечении говорить еще рано. Этот кот стал единственным другом Артура в центре. Я зову его Мефистофелем, потому что этот кот, он навещает нашу грешную душу в этом реабилитационном центре и дарит какой-то свой особенный свет. Он вот ближе все к животным, он тут с этим котом подружился. Вообще у него такое понятие о дружбе немножко искаженное, что ли. Ну, вообще это у многих наркоманов. У них практически ни у кого нет друзей. Да, с кем-то вместе употреблял, вместе с кем-то ходил там за закладками или еще что-то, но это не друзья. Что сегодня будет водить? Сегодня у нас будет борщ с салатом в центре. Думаю, получится вкусно. Потому что делал у них нетерпение. С ребятами взаимодействует, но ленится. Очень часто себя ставит выше других. Ну, по дому, допустим, какие-то дела. Ну, живут же вместе одна семья. Нужно что-то делать. Он там частенько пытается уйти от обязанностей, так скажем. То есть там переключиться, сманипулировать. То есть интеллект позволяет ему в какие-то моменты перетягивать одеяло на себя, так скажем. У нас сейчас съемки идут просто, знаешь. Мне нужен солист. Все говорят, что я не дарю. Да. Мудро? Оригинально. Ну, давай. Я не алкаш и не пьяница. Я водка вино, это не для меня. Когда Артур начал принимать наркотики, он рассчитывал, что они позволят ему повысить работоспособность и избавиться от усталости. Однако на деле они привели его к депрессии и попытке самоубийства. У меня депрессивное расстройство есть. И вот этот шрам я получил, когда прорезал себе лезвием в живот, чтобы спастись от психологической какой-то боли душевной. Ну, в таком полунеадекватном, можно сказать, состоянии. И это была не единственная попытка Артура навредить себе. О попытках самоубийства он рассказал своему воспитателю. Он стрелялся из травмата, стрелял он себе в висок. Но непонятно, чего он хотел добиться, но, в общем, ничего не вышло. Он даже сам не мог толком объяснить, зачем. И второй момент был, когда он лечился в шаговом центре. И там были очень жесткие правила какие-то. Он, видимо, хотел сманипулировать через родителей, чтобы его оттуда забрали. И он вскрыл себе горло. Украл бритву, я так понимаю, разобрал и вскрыл горло. У него как бы такой приличный шрам. День 18. Сегодня наших участников ждут сюрпризы. Реабилитанты не пользуются телефонами. Это запрещено правилами центра. С близкими только переписка на форуме. В первое время реабилитанты абсолютно эмоционально нестабильны. То есть любая информация по телефону от родителей, может быть неправильно поданная как-то, может им навредить. Очень часто случаи того, что реабилитанты могут продавить родителей, начать рассказывать немного лица, что иногда не издеваются, плохо кормят, заставляют много там, значит, учиться. И родители, ну, были случаи, что могут забрать. Запрещают разговоры по телефону, чтобы минимизировать перепады настроения у реабилитантов. А еще, чтобы в случае поощрения такой разговор стал настоящим подарком. Что она для тебя значит? Ну, как что для меня значит? Мамоя. Многое что значит для меня. Соскучился? Конечно. Хочешь поговорить? Я, конечно, хочу. Привет. Привет. Ну, что, в плаче, я тоже начинаю в плач. Нет, нормально все, мам. Это от радости. Я тебя люблю, сыночка моя. Нет, я тоже люблю, мам. Ты мой золотой. Ты мой родной. Ты мной гордиться будешь, мам. Как ты сказала мне это. Любимый. Не ожидал вообще? Нет. А я все вчерашнего дня знаю. Представляю. Ну, все, успокойся. Да, все нормально. Все хорошо. Такая реакция насторожила воспитателей. Ярких эмоций первое время стараются избегать, чтобы они не навредили реабилитантам. Для меня это было очень неожиданно. На родителях 80% лечения. То есть, тут, да, желание, конечно, наркомана, это важно. Хочет он там, есть ли у него мотивация. Но если родители не изменят своего отношения, то это бесполезно. Ну, можно сколько угодно книжек читать и чего угодно, если наркоман вернется в тот социум, в котором он комфортно употреблял, он снова будет это делать. Артур не видел родителей еще дольше, несколько месяцев, потому что сначала проходил реабилитацию в другом центре. Сегодня утром ему прислали подарки из дома. Посылки не запрещены и приходит в центр регулярно. И для Артура это не просто еда и книги. Это связь с домом, напоминание о семье. А вот книга, которую я просил. Еще одна. Чувствую большую благодарность родителям, которые с любовью это все собирали. Прошло три недели реабилитации. Сегодня Вадим и Артур получили задание от воспитателей, которое поможет им взглянуть на свою жизнь со стороны. Они должны написать письмо себе в будущее. Вадим сразу же принялся за работу. Ну, здравствуй. Я думаю, то, что я сейчас тебе скажу, в итоге окажется так. Посмотри на себя, чувак. До чего ты дошел. Приятно, не, смотреть на себя в зеркало и видеть, каким ты стал. Я хочу увидеть тебя еще больше собранным и уверенным. Просто будь сильным. Удачи, чувак. Говорил как бы саму себе, давай, будь сильнее. Еще вот, еще будь сильнее, чем ты сейчас есть. И вот мне потом поставили и норму, и мне как бы, я экзамены сдал, и мне назначили как бы ответственную должность здесь. А вот Артур писать письмо отказался. Это твое окончательное решение, ты писать не будешь? Я могу так сказать, если надо. А давай так. Почему нет? Давай. Да. Ну, через месяц, наверное, я стану более энергичным, более задорным и каким-то, наверное, более свежим. Вот так вот. Никто из сотрудников Центра еще не знает, что у Артура в этот момент уже есть план. План побега. Сегодня 27-й день. Пока, котик. Мы обязательно увидимся еще. Артуру нужно было обследоваться в психиатрической клинике. Договорились все об обследовании, его отправили в эту клинику. И врач рекомендовал продолжать лечение от наркомании, в первую очередь. Родители же Артура решили, что, мол, нужно его обследовать дополнительно. Скажем честно, он их продавил. То есть он начал манипулировать суицидом, что там он что-то с собой сделает. А у него это такая тактика, которая всегда срабатывала. Суицид. Он же врач. Ну, при желании он бы это сделал правильно, грамотно, да? Ну, мы же все понимаем. Все буквально в один голос как бы говорили о том, вы что делаете? Да мы ему верим. Кому вы верите? Это уже как бы не ваш сын. В смысле, в нем сейчас то, что он делает, то, что он говорит, в нем говорит наркоман. Я планирую сейчас устроиться на работу врачом и заниматься написанием научно-побулярных статей на тему фармакологии, нейрофизиологии, нейробиологии. Пройдет всего неделя, и Артур снова начнет принимать наркотики. Сегодня 33-й день нашего проекта. Я не знаю, вы помогаете с этим, где есть лицентр реабилитации, чтобы я прямо сейчас бы уехала. На горячую линию «Нонарко» поступает до нескольких десятков телефонных звонков в день. Но лишь немногие могут сделать решающий шаг и приехать в центр. Да, я слушаю вас. Это горячая линия, да, для больных наркоманий. Да, все верно. Ну, я как бы первый раз вообще звоню на горячую линию. Вы для себя рассматриваете? Да, для себя. А как могу к вам обращаться? Меня Ксения зовут. Вчера Ксения разговаривала с Владимиром по телефону, а уже сегодня прилетела из Челябинска в центр реабилитации. У меня горячая история в жизни, да, то есть связанная, понятно, с наркотиками, с молодым человеком, горячим тоже, который вымотал все нервы. И уже в очередной раз я уже просто, у меня вот, не знаю, как-то я просто думаю, есть ли какие-то горячие линии для вот таких, как, ну, я, так сказать, ненормальный. Ее история начнется уже в следующем выпуске программы. Смотрите в следующем выпуске. У тебя сколько лет? 14, же есть половина. 14. Думал, что это как бы новый реабилитант. Ты знаешь, я очень тебя любила на самом деле. Я была всегда тебе верна. Он меня прям, ну, как бы жестко избивал. То есть он прям забивал меня иногда ногами. Рассказать, как я ее обманул, очень жестко, очень подло. Пока наркоман чувствует свою значимость, он будет пользоваться тобой. Как бы это такая больная тема, если честно.